Письмо кому-то пришло Ты кривую камеру держишь Письмо? Белов Владимир Петрович Тебе, что ли, с Польши, главное? С Польши? С Польши письмо пришло Да, круто Чего хочешь? Распечатывать будешь? Да, конечно Ну от кого письмо только хочет Саш плачет Здесь должны быть наклейки Примятно Да, для техники нашей У меня есть один подписчик Ну он канал видел, я его смотрю канал Понятно Вот Сейчас посмотрим Ты извещение почтальону не забудь Вот это потом заполнить, отдать Ну да С Польши Занести То, что ты получил Ему отчитаться почтальону Польши Вот написано Главное еще Крупными буквами Ара 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 Не каждый день в Польше приходят письма Да Ну ты счастливый Ладно Пойдем Что? Следующий Кадр будет Распечатка Итак Ребята Начало ролика Вы уже видели Где почтальон Принес нам Вот этот вот Конверт Большой такой Конверт Конверт Пришел из-за границы Короче Такая предыстория Письмо я такое вот получил Сегодня Короче Чувак один Человек Зовут его Петр Живет В Польше Аааа Понятно И Прислал он такие наклейки У него канал есть Ну, там Поселок Польский Вот он занимается Тоже Ну Ну, сеют, баронят. Название канала это Агрохуто, или как называется, я не знаю, как по-польски. С Польши пришли такие наклейки. В интернете я увидал у него, и я говорю, а что ты наклейки-то куда раздаешь? Да нет, так вот, разыгрываешь или куда-то кому-то. Это, вроде как раз, хочешь я тебе пришлю, напиши мне адрес, вот я ему, короче, написал адрес. Это что, подогрев? Стартер. Стартер. Какой стоит? Редукторный. Ну, и на это, пушка сняли. Ну, ну. Понятно. Это вот, чтобы они не помялись. Ааа. Это, не ходят, посмотрю, в этот раз говорю, вроде ничего нету, живут хорошо там, то и ну. Ну, там человеческие законы просто. А у нас они законы-то есть. Не, ну и у нас законы есть, просто они не исполняются, законы наши. Вот. Как бы они должны работать, но они путем не работают. Ну, тот, кто должен следить за всем, они не следят. Да, ну и раньше-то из-за этого было так. Был устав колхоза, был устав участка. Ну, колхозы исполняли участка, вот шефер исполнял участок. Так не хуже правление там, заседание, седни, совет участка. Да мы, и что-нибудь собирают. Да мы здесь в конторе раз-раз. А вон там отчитывались. Какая посевна, кто там, сколько-то, где, что. Ну, люди есть, нет. Подходит сенокоз тоже такая же, совет участка собираться. Сколько комбайнов, сколько будет этих ветряков тогда были. Ну, тогда вещь народу. Все отчитывались. Поэтому и сколько люди, кто как, готовились. Уборка тоже. И все спрашивали. Расскажи, вот сколько довелось, когда был карантин в районе. Как это все дело происходило? От чего выводили карантин? Карантин здесь от того, что у нас здесь был Суходуйский главврач Вет. А его возил Бакин. Бакин. Звать забыл как. Ну, все дело, что он рассказывал потом. Я знаю, что это Мишка, Мишка был, Бакин. Ему баба глаз выковала. Он вроде как там куда-то налево сходил, там прочее. И вот он рассказывал. Это я слыхал, при мне рассказывал. Я на ремонте был. Это было в 69-м году. В Мурунце. И он на ремонте, он шофером тоже. Потом ему баба глаз выковал. Ну, про карантин расскажи, как было. И вот он рассказывал. Что он рассказывал. С Омска поехал, а Суходуйский не поехал. Дал ему пачку сигарет. Там какого-то. И говорит, ты съей не кури, а вот с этой кури. И в Мурунцу. И якобы маять, что ему золото давали там с уходочком. А он вроде как из этого поехал. И он сюда привез этот яшур. Ну и а что яшур? Расходы какие были? Очерченные. Значит, нам надо было, ну, Бергамак мимо проедешь. А Лесино-то никак не проедешь. Не хочешь. В Бергамак заезжаешь. Там тоже стояла будка. Надо было колеса мыть. На этой мыть. А Лесино-то потом, когда начался, никуда не пускали его. Судилось-то. Ой. А я учился. На шофера. И это. Через Гомну. Надо же. Выйдешь туда на мост. Был мост деревянный. Там машины ходили. Да едешь до Гомны. А тут же пешком идешь. В Бергамак дорога была с дальнего. А сюда на юрт. Вот мы по ней ходили. Но потом-то, представь, норовились, начали машины ходить. А машины почему-то ходили, Львову. Почему я так не пойму. Ну, говорят, средств не было. Не крыты были, Львову. Тулуп наденешь, закутаешься и едешь. Солом накидают там. А уж после армии только начали крыты машины. Стендом крыли. Палатками. Обобьют. Хоть маленько было. Ну, говорят, я с кем не разговаривал. Говорят, не было средств. Дадут там палатку на машину. И когда зерно водишь, надо было накрывать его. Все, честь по чести. А потом опять задавали. И так, знаешь, пока указаний сверху не было. Потом уж начали. Ну, суд, дело, слововые расходы, большие. В Мурманску ехать, сам посудить. Через Гоум, или тут 30 километров, или тут. Доехал, вот такой круг давать надо было. Через, на Рязанский этот, через Петропавловку. Трактора были, ДТ. 8 километров, ну, сам по Судиску ехать надо. Потом уж Жоланы появились, типа, быстрее маленько ходили. Было дело. Два раза я заставал карантию. На один раз летом. Но я тогда маленький был. В смысле, в четвертом, в пятом учился. И вот второй раз, когда... Так а что, это ящер завезли специально, что ли? Или что, я не пойму? Ну, я говорю, специально. Якобы, судили этого Суходольского. А сейчас у меня его сын есть на интернете. А как узнали, что это он-то завез? Ну, черт, я знаю, якобы. Я не скажу, не помню. Но я знаю, что его арестовались. А в тюрьме сидел, это я не знаю. Да как-то специально, что ли, какие-то диверсанты? Или кто эти? Давали-то это золото или что там? Ну, наверное. Ну, вот это Мишка рассказывал. Ну, а потом это... Его здесь встретили, Мишку, когда он приехал в Мурнцево. Ну, и маячит это. Что он с тобой не передавал? Да ничего не передавал. Вот две пачки сигарет, сказал, с этой курицы нет. Но они тут прием, говорят, стали разворачивать, а там золото оторвут. Это пачка-то. И вот после этого. К золоту его же... Это не сейчас. Допустим, раньше-то его тоже надо было куда-то сбыть, что-то делать. Да, думаю. Этих же не было, как его звать, переплавить в зубы золотые или что-то это же. Да попробуй не хуже. Хотя в Березке было, в Омске. Приди, одно кольцо сдай, второе, а завтра третье. Тебя сразу на крючок поймают. Кто такой там, то и ну. Как, что? Ну, думали. Ну, а сейчас вот самоизоляция, это карантин, как меры предосторожности сопоставимые с тем карантином, который был в советское время или нет? Нет, показуха просто. Да посмотри, чего не хуже. Магазин открыли, заходят, к Касте подходит, надевай маску, а то не будут отсчитывать тебе. По магазину ходил, ничего, тут маску одевай. Отсчитался, опять маску снимай. Знаешь, вот такая вонда. Просто так. Нет, тут такой вот. Раньше было строже? Строже раньше было, ты чего? Честь по чести. Мать здесь дежурила, в окне у него. Когда карантин, подслабление сделали, в лесину там подъедешь, все с машины вылазят. Ям была в их понапилке, вот какой-то раствор там зимой. Ну и это, ноги вытираешь, машину прыстают, веником, колеси. Люди тогда не болели, это скотина болела, да? Ну, скотина. Скотина как-то, я не знаю, но у нас она не болела, я же. Там просто мера про иресторозность. Ну, а были в районе уже какие-то заболевые, где-то в каких-то хозяйствах? Нет, нет, туберкулезные были, коровы. А отчего тогда ввели карантин? Ну, где-то были, хоть в районе, но я тогда вещь не помню. Даже не интересовался этим, просто, знаешь, не интересовался. Дежурили, будка стояла при въезде, вот как здесь, на Христах, там, где тишина была. А кто там, милиция дежурила? Милиция своих. Колхозники? Мать дежурила, в том, что кто-то дежурил, она днем, а он ночью. Ну, ну, что обычно мужиков, это. Чего же их не пускали? Да пускали, а вот я помню, что я как-то приехал. Мыть надо было, да. Ну, ноги две-то. Куда, да что, спрашивали, зачем еду. О, записывать надо было. Сколько проехало, сколько прошло. Не знаю, куда они в списке эти, кто это постановлял. Ну, мыло. Ну, и сейчас, наверное, завезли или не завезли этот коронавирус, все равно же болеют люди. Ну, конечно, вовы. Просто, да? Слышь, богата завезли, а бедные отсидываются. Они и на курорты ездили, и коронка была, они все равно там жили. Сейчас, видишь. Такая была. Конечно, неприятно. Ну, сейчас сняли коронку, вроде как это. Сейчас, видишь, боли будут болеть. Еще чудо было. Он нынешний год, к концу года не кончится. Я так думаю. Ну, сейчас лето, отпуска. Ну, поедут с отпуска все. Вот это я посмотрел, Стас, ВКонтакте, что не будет сонсостояния, не приезжайте. Ну, вроде сейчас так тоже. Более трех не собираться, дистанцию соблюдать. А кто соблюдает, того. Никто. Не соблюдать. Так, так. Наклеить надо будет на траву, на стекло где-нибудь. Ну, надо же. Тебе откуда же блокируют? С Польшей. Да. А тут ребенок кем? Ну, у них техники там много. Такая интересная, такая техника. Ну, и трактора повеселее будут, чем наши. И они, ну, все равно там снабжение получше, больше не в Польше, она. И трактора эти, они раньше всегда там шли более улучшенные, чем к нам. На экспорт. Ты говоришь, на экспорт. Какой трактор-то сюда приходил как-то на экспорт? Сломанный что-то был. Что-то забраковали. Кто-то тогда. Гоняли его сильно. У нас, я вот не помню, какой приходил, а помню, что, ну, вот эти ДТ, ну, сам посуди. Трактористы по 20-30 лет прорубили, все глухи, все слепы. Пыль идет не хуже, бронит пыль сюда, и она за ним там по пыли ездит. Это К-700 потом пошли по булю, они как-то низом идет, верхом обдувают. Знаешь, как-то более-менее трактора пошли. А эти-то невозможно было. Невозможно. Тоже посиди дураком встанешь. И бронить тоже на этих, на ДТ, на белорусов бронили. Боже мой. Посмотришь, трактористы только рот, да глаза. Боль никого не видать. А то, что было, что помыться? Приедешь кормить вот так вот, ага. Грязь, поезды. Эти машины приходили, специально же вот эти каблучки шли, что парторги ездили. Они шли его, там были термостаг, кружки, все честь по чести. Когда пришел к нам, это все на склад сдали. И будку распростали. Секретарю дали, вот он ездил. И что же. Ну, маленькое не так было. Те же, на обслуге можно же было, эти уазики, буханки. Тоже это все, чиновники не в полной мере работали и использовали технику по своему личному назначению, а не так, как было предписано. Но, так же, как и сейчас. Ну, а сейчас, что он хозяин. Да, сдумаю туда. Что сдумал, то и сделал. Когда-то все равно. Ну, как-то, значит, а может быть, я молодой был, этого не замечал. И все так. Старики-то, может, говорили, я говорю, будет 70 лет, когда будешь сидеть, вспоминать. Вот, если осталось полтора года, будешь вспоминать, сидеть. Да, вот и жили раньше, так. Ну, это руководитель был настоящий, это вот так правильно, это, это. А сейчас, вот, видишь, не то. Так, по логике, посмотришь, сейчас вроде все правильно. А все толку. Никто не живет, ничего не обрабатывает. Поля заросли на сколько процентов. Сразу не хочешь, кто деньги были. Все вот эти дворы пусть купили. Сейчас перепродали их. А как вы относитесь к людям, которые вот 20-30 лет назад с колхоза ушли, а сейчас снова кричат, хочу в колхоз? А этого просто прикольно, они и тогда не работали. Понял? Они и тогда были. Ушли с колхоза тогда. Хочу в арендатором быть. А сейчас... Бегали, и руководители бегали. Я помню, голосовали. У нас последний руководитель был, это, что это, Моисеев. Значит, что он хотел. Кормоцех стал гравий завозить. Фирму асфальтировать хотел. Ну, и эти вроде подведут. Потому что раздачки им раздавать. Ага. Да кто его будет самать, тот же ушан ревел. Ага. Будет кабина, то и но... А он хотел по-человечески все сделать. Вроде как это... Этих скотников сократить. Собо не пасти, собо их кормить. И зимой и летом настояли. Планки у хороших были. И вот им не надо было. Но он справедливый был. Он всех спрашивал. А им не надо его было. Бегали все. Они бы хозяева были. Ну... А что хозяевы? Что они пособляли? Ну, все на вред делали. Все палки в колесе. Я помню, меня поставили бригадиром на ферму. На Молоднях. Дойный отдельно там был. Бригадир. А тут отдельно. Ну и что? Как весова с 20-го, так у нас воды нету. В этих было. А это с Дойного бригадир возьмет, перекроет. И она чуть-чуть бежит. Ты представляешь? Я в контору, то и ну... Это уже началось. Когда Моисеева сняли, Филимонову поставили. С того толку-то. Звонишь. Ну, и не хочешь. Управляющему. Говорю, так и так. Ага. Управляющий. Ага, звони. Я тому звоню. Председателю Филимонову. Все они приедут, узнают. Что? Приезжат. Ага. И что? Никакой роли. Я ему объясняю так и так. Я говорю, перекрыл. Ага. Я говорю, виноват. Вот управляющий. Вот бригадир фермы. Надуйном. Ну, в результате показываю. Все. Я говорю, айда. Посмотри, как вода бежит. А теперь айда в его кабинет. Там краник закрытый. Ну, и стали требовать, чтобы открыли. А чего там открывать? Ага. Потом все-таки открыл. Краник, наверное, видать, такой был. Не кругляшок его, а так закрывать. Но там кругляшок стоял. Он раз, раз. Вот открыто. Я говорю, кран открыт. Все как. Раз, на все открываю. Все, вода пошла. Ага. Видишь, что делали твари? Или вот у меня скотники возили селоз. А тогда накладывали руками, а потом грейфер накрадывал. Не раскрывали. Раз, накладет им. Ну и это. Ну и что, скотники в отпуск ушли. А были, значит, подменные трактористы. Тогда тракторов-то зимой-то уже здесь, к весне. После Нового года в отпуск уходили. Они и это, ну и это. Они, скотники, вышли сей с отпуска. Они не стали грузить. Ты представляешь? А прихожу в контору. Я это, приехал. Они говорят, седни не будет селоз. Я говорю, а что? Ну вот, не стал грузить. И не раскрыто, то бы мы накидали. Прихожу в контору утром, говорю. А, нет. Или яичко выпьют, или что, начальник? Не положено сидит там. Управляешься. Я говорю, почему? Пьяно не приезжать. Я говорю, ну и что, я там буду. Я их не подпушу. Я говорю, пускай сюда выкинут. Они вилами. Ну и там бригадир, трактная бригада тоже такой же был. Пидор. А, не положено. Я этому звоню. Председателю в этом филимону. Приеду, разберусь. Приезжат. В 4 часа ищут гридериста. Я говорю, так он уже трактор поставил. Ага. А что его искать? Вон начальники им говорят, почему как. Но я не хожу вон тогда. Утром прихожу в контору. Управляющий. Будет грузить. Я говорю, будет. Будет. Будет класть на землю. А они будут это вилами. Так, представляешь, как он пакостит? Ага. Кричили вопрос. А все время вот пакостит. Знаешь. Ой, блядь. Пакости доброго ничего не делали. Их надо было в пристальных посадили бы. Ага. Потом я как-то учетчиком в тракторной бригаде был. Учетчика поставили бригадеру на ферму. А я уж тут на машине. Ну и вроде под вид того, что попиши. Трахная бригада работала. Ну, победу возил. Это. Ну, попишу. Месяц попишал. Я говорю, куда это все? Ну, кто сколь? Ну, я поля-то знаю. Все поля-то все знают. О, сколь какие. Нехой, че уж. Пальцем делали. Ну, и че? Ну, вон экономисту отдай. Я экономисту привез. Он говорит, нет, сам делай отчет. Я говорю, я отчет не раз. Вон, Александр, тебе пособие сделать. Я к Александру, к этому. Ивановичу, ты отчет пособи мне сделать. Ты возьми мой отчет. Сталый. Сам картавил. Посмотри и пойму, сделай. Ну, и че? Пришлось брать, делать, его учить. Да это отчет. Ну, сделал. Ой. Пакостник его. А потом тут и на покос остался я. А на покосе его характеристы все. Ты неправильно начисляшь. Ну, почему я неправильно начисляю? Ага. Вот. И стога неправильно меряешь. Ну, почему неправильно? Вот Сашка мерит стога так замерить. Только 700 не может утянуть. Бергаматский. А бергаматский вроде как это. У нас сена хватат, вроде Сашки мерит, а там не хватат. Бергамаки от нас берут. А потом-то выяснилось, что он не приходил по 40-50 стогов. Понял? А мерил так же. Видишь? Вроде как это значит. Вот такая грунта. Кому надо сено не хуже. Друзьям давали и так давали. Не хуже только своим рабочим зажимали. Трактористам давали, а этим нет. Судить надо было. И тогда вот эти законы, вот я тебе говорю, все равно вот, я говорю, полтора года, 70, сяешь вот так, будешь рассуждать. Вспомнишь всю эту ерунду, как разваль были колхозы. А ничего же не делали. Советы участки, я помню, соберут, почему там эту гулят, почему эту гулят. Что-то накажут, что-то как-то. Ой, это был, когда Шефер. Хороший мучченка был. Его фамилия-то это. Просто мать вышла за немца замуж, когда это. А у них двое ребятишек было. Он один, а потом, что двое нажили. Так-то он хохол. Ну, мучченка хорошая была. Царство небесное. Земля пуховала. Что скажешь. Справедливый, честный, блядь. Честь по части. Здрасте. Вот так вот. Сейчас такие же гады пришли к власти. Шефер, че, не хожи. Мы с армией пришли. Надо было в клуб ездить. Ну, значит, что, здесь. И уездили в клубу. А он строгой был. Тракторица утром, значит, подъедет домой. В контору пришел, в гараж, разнарядку получил. Домой подъехал. Или, когда дадут зарплату, на тракторе к магазину подъехал за бутылку. Три рубля в штрафу. Тогда же деньги были. Они все обижались. Вон молодые ездят, машины гоняют. А шефер, все это. Я пришел с армией. Тент сделали. Я вроде как трактористов возил, учеников возил. Ага, ну и вечером соберемся куда-чего. Ну, что, туда поедем. А они утром все нажалуются. Кто куда в машину, все под контролем было. Ага, подойдет. Вы куда ездили? Туда. Чего меня-то не спросили? Я говорю, ну, мы с клуба шли, а он напротив взял. У тебя свет был погашенный. Будет неохота бы. А он разрешал. Потом пройдет сколько времени. Ну, когда кого поедем? Свата-то. Девка летает, знаешь, подвид того, что его надо было. Ну, с умом все делал. Подвид того, что раз едет, то женится. И это. Школу благодаря ему построили тоже. Ага. Построили, как шкатурили там, боже мой. Как это. Сами он сам. Стали за шучь топтали. Молодец был. Помню, первый год я работал. Посевна прошла. И уже здесь сабанту сделал. Но тогда овцы были еще в колхозе. Знаешь, с них уже все. Ну, и это у царка сделали. По бутылке на двух человек. И вроде поесть все. Ну, и это. Но он обещал после посевной. А тут не получилось что-то. И уже покос был. Ну, они мужики-то и давят на его. Он, ну, все. Только завтра, чтобы все на работу. Будет все. Вот там у царевна. Там мясо напарили. Это знаешь. Ой. Задумирается тогда свет горел. Как сейчас, гляжу. Там посидели. Ну, молодые все. Посидели. Это сейчас не ходят. Пиво. Мы-то тогда же, тогда же был позор молодому пить. В деревне, кто бьет. Или в армию не взяли этого. Какой-то недоразвитый раз в армию не взяли. В армию сходишь человек. Ой, там повали, свет потух. В колб пришли. А там в колбус свет был и лампы были. Там плясать начали. А утром все в контору пришли. А я уже в это. Пришли и повезли в контору. Ага. Я тогда на эти... Прицепные были косилки. Сидел на строе. Трикосилки для ТТ таскал. Зидик сидел, я. И сзади Тишка Цымбалов. Он вроде как старший. Десятых таскал у нас. И второй эгрегат был тоже. Там уж я не помню, кто таскал. Но я... Ну, суд дело, что все приехали на покосы. Ну, а что? Привезли с собой. Маленько глотнули, не спали. Все не ходят. Там палатка была и тент натянутый. Все это. Ну, а мы-то что, молодые, покупаемся. Спать тоже. И они все. Шефер приезжает. В часа три. Ну, после обеда. А почему? Не это ли-то они? Да вот это. Сейчас я вас похмелю. Поехал в Инцис. Привез оттуда яшек красной водки. Ну, там сколько-то. Налили, выехали. Ну, а что? По кругу два сделали. Не хуже. Сколько там не метали, не знаю. Ну, что делать, что день пропал. Но, условно, задержал. Молодец. Не хуже. Ой, блядь. Весело было. Ну, а потом все. Ну, день-то про это. На второй день. Все. По-человечески. Все пошли поработать. А сколь об этим сабантуйского разговоров было, ой, сколь вспоминали. Первый сабантуй был в деревне. А мы пришли туда. Молодые же работали. На армии. Ты со мной садись. Ты со мной тоже садись. Ну, бутылку на двоих, то мужик-то выпьет, а яд не выпить. Молодой не выпьет. Все так. Потеха была. Всех собрали там. Всех собрали. Вся деревня была. Были, само собой, недостатки тогда. Но было веселее. Но было это. Ездили. Так, так. Ой, ну ладно. Поехать надо домой. Дограмы траву докосить в сильных пахах. Прохваленько. А то знаешь, это. А вчера что я? Седни вычитывал интернет. Ну, а что ты что? Семена та же была. Хоть говорят, я тебя врал. Никто никого не заставлял работать. А тропь 10 часов. Хоть на посевной, хоть на уборке. Иди домой. Ну, опять же, видишь, людям вроде как работать. Заробить копейку надо. Вроде как понимали все. Приедут, не хуже. Вот, циклон идет. А до 25-го надо яровые май посеять. Вот так и так. И все понимали его. И все работали. Пока можно было, сеяли. И уборка тоже так же. Тоже. Вроде нормальные дни. Все потом. Всегда же. Осень есть осень. То циклон, то еще что. Тоже. Приду и приеду. Поговорят так. Ну, что? Ну, что ведь. Ну, надо робить. А так тебя никто не ставил. Вон машина стоит. Садись, езжай домой. Отрубил 10 часов. И все. Просто люди сознательно были. Тут вроде как в уборку. Надо поболее зароить. Потому что журналы выпишут. Это подписка была. И вышит. Потом за хребт тут наш. Который. Какой бесплатный. Какой по плате давали. И вот из-за этого работали. Да-да-да чё. Сам за нашим помощником-то и был. Помощники эти. Не хуже. У каждого были. Весело угнул. Так почему бы ученики-то успевали? На 1 сентября свойства. Я как сейчас гляжу. Вот у вас соберут. У комбайнеров. Помощников. С обеда уже на поле. И так пока уборка не кончится. Не отрывали ничего. Уборка кончилась. Выучиться. Не хуже. Всё. Потом начинают. Два раза вас в неделю возили учиться в Мурунцу. Ну. Ну. И ничего. На тракториста, на шофера там. Девчонок на кого тоже хочет. Или на доярку, или на повара. Как-то всё. Весело было. Успевали. Кто хотел в институт, то поступал. Кто в ПТУ тоже. После этого. Так, так, вот так и жили. Так, поеду давай. Девчонок на трактористы. Ну, дорогие. Короче, ребят, вот получилось такое вот объемное большое интервью у нас с дедой Петей. Воспоминания его о колхозах, совхозах, о тем временем. И вот такая, так называемая, распаковка письма. Что там пришло. Так что, интересно узнать ваше мнение. Что вы думаете по поводу колхозов, совхозов. Как это всё раньше было. Согласны вы, не согласны. Как было у вас, напишите, пожалуйста. Если вот есть такая возможность. Это, во-первых. Во-вторых, вот интересный Пётр, который мне прислал вот эти наклейки. Интересная такая вот, видите, молодой человек уже думает о развитии канала. Есть какие-то вот свой логотип канала, наклеечки. Вот я думаю, что скоро появятся, наверное, магнитики, там кружки с логотипом, там что-то ещё, кепки, бейсболки, там эти футболки. Вот это так, вот так можно сказать. У нас этого, естественно, ничего нету. Это, ну, наверное, за этим будет будущее какое-то. Ведь люди будут одевать, пользоваться вот этим, наклейки где-то висеть. И другие будут замечать, заходить, смотреть. Ага, что это там за логотип канала, что это за канал. Вот так вот, интересные такие вот мысли у меня сразу вот так возникают. Что думаете, интересно, по этому поводу вы? Ладно. Заканчиваю данный ролик. Сейчас Елена Степановна придёт. Надо будет коров доить заниматься коровами. Вот, чуть-чуть похолодало, ну, это не страшно, не критично. Всё. Пишите, высказывайте мнение. Палец вверх или вниз. Ну, вы знаете, как голосовать. Отмечать это всё. Всё, на этом данный ролик заканчивается. Всем удачи и пока. Всё.